Привет, друзья! Сегодня мы разберем одно из самых сложных времен, которое навевает ужас на учеников, и после этой темы людям кажется, что все пропало, английский они никогда не поймут и не выучат. Это время Present Perfect. Если вам знакомы эти ощущения, то знайте, что вы не одни, с вами все в порядке. Никто не понимает это время с первого раза. Да это и не нужно, с ним лучше знакомиться постепенно. Если вы забыли, как оно образуется, то сегодня мы это вспомним, а потом посмотрим, когда оно используется и чем отличается от PassSimple. Также напоминаю про шпаргалку по всем временам, которая будет служить вам подсказкой. В ней даны схемы, как образуются все времена, перечислены основные случаи употребления времен и слова-помощники. Она бесплатная, скачать ее можно по ссылке в описании. Итак, Present Perfect. Это настоящее законченное время. Или настоящее совершенное, настоящее завершенное. Можно по-разному называть, смысл от этого не меняется. Обратите внимание, что это именно настоящее время, не прошедшее. В этом и заключается одна из его особенностей. Оно всегда имеет связь с настоящим. Как оно образуется? Здесь нам нужен вспомогательный глагол. Им будет have. Для местоимений I, you, we, they – have. Для местоимений he, she, it – has. После вспомогательного глагола мы будем ставить смысловой глагол в особой форме. Она называется причастие прошедшего времени. Чтобы ее образовать, к правильным глаголам мы будем добавлять окончание "-иди". Точно так же, как мы делали в Past Simple. А для неправильных глаголов будем использовать третью колонку. Помните, в прошлом видео, когда мы проходили Past Simple, я давала вам табличку с неправильными глаголами и советовала учить сразу три колонки? Вот сегодня нам нужна именно третья форма. В утвердительной форме Present Perfect будет выглядеть так. I have worked. Я поработал. We have liked. Нам понравилось. You have cleaned. Ты почистил, убрал. Это формы правильных глаголов. К ним мы добавили "-иди". They have begun. Они начали. He has done. Он сделал. She has had. Она поимела. Пусть вас не смущает, что здесь два have, один вспомогательный, другой смысловой. Все по правилам. It has eaten. Оно съела. Begun, done, had, eaten. Это неправильные глаголы. Их мы взяли из третьей колонки. Изменяется у нас здесь только have. В зависимости от местоимения мы выбираем либо have, либо has. Смысловой глагол будет либо правильный, либо неправильный. Но для всех местоимений у него будет одинаковая форма. Чтобы сделать отрицание, мы будем добавлять отрицательную частицу not сразу после вспомогательного глагола. Получится have not, сокращенно haven't, или has not, сокращенно hasn't. I haven't worked, я не поработал. We haven't liked, нам не понравилось. You haven't cleaned, ты не убрал. They haven't begun, они не начали. He hasn't done, он не сделал. She hasn't had, она не имела чего-то. It hasn't eaten, оно не поела. Чтобы задать вопрос, мы будем выносить вспомогательный глагол вперед. Получится have I worked, я работал. Have we liked, нам понравилось. Have you cleaned, ты убрал. Have they begun, они начали. Has he done, он сделал. Has she had, она имела. Has it eaten, оно поела. Давайте вспомним основные неправильные глаголы и их формы. Напоминаю, что сейчас нам нужна третья колонка. Have. 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 had hear heard heard know knew known leave left left make made made lose lost lost meet met met pay paid paid put 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 read 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 ring rang rang say said said see saw seen sell sold sold sit set set sleep slept slept speak spoke spoken stand stood stood take took taken tell told told think thought thought win won won write wrote written теперь давайте разберемся когда present perfect используется во-первых когда мы сообщаем новую информацию какие-то новости событие произошло недавно хотя и неизвестно когда именно произошло и произошло неважно когда мы в ботанью house мы купили новый дом айвкат май фингер я обрезался вы не вайдера ступали они пригласили нас на вечеринку при этом такое событие всегда имеет результат настоящим поэтому время и называется present perfect настоящее законченное что-то произошло действие было завершено но его результат мы видим на данный момент а я власть май фаспорт я потерял свой паспорт неважно когда важен сам факт и его результат у меня сейчас нет паспорта он сказал мне свое имя но я его забыл здесь тоже важен результат я не помню имя сейчас погода не изменилась со вчера все еще идет дождь результат погода все еще плохая я не могу найти свой телефон ты его не видел во-вторых мы обычно используем present perfect со словами just already yet это три наших помощника которые будут подсказывать что здесь скорее всего должен быть present perfect just только что already уже just и already ставятся в серединку между have и смысловым глаголом я только что пообедал мы только что видели кейт мы только что видели кейт сьюзан has just called сьюзан только что звонила я только что закончила снимать это видео привет ты только что пришел я уже читала эту книгу мы уже пригласили ее на вечеринку they have already been on holiday this year они уже были в отпуске в этом году jack has already gone to bed джек уже пошел спать обратите внимание на разницу между гон и бин гон уехал куда-то и еще не вернулся been где-то был и уже вернулся сьюзан в отпуске она уехала в испанию сьюзан вернулась из отпуска она была в испании yet еще не это слово используется только в вопросах и отрицательных предложениях и ставится в самом конце has it stopped raining yet дождь еще не перестал идти have you seen this movie yet ты еще не видел этот фильм i haven't finished the report yet я еще не закончил этот отчет he hasn't arrived yet он еще не приехал have you found a new job yet ты уже нашел новую работу в третьих мы используем present perfect со словами ever и never когда рассказываем что мы когда-либо делали в своей жизни или наоборот никогда не делали ever когда-либо never никогда все эти наши рассказы будут иметь связь с настоящим то есть до нынешнего момента я это либо сделал либо не сделал have you ever been to china ты когда-нибудь был в китае i have never been to italy я никогда не было в италии have you ever eaten caviar ты когда-нибудь ела кру we've never had a car у нас никогда не было машины it's the funniest movie i've ever seen это самый смешной фильм который я когда-либо видел have you ever read hamlet ты читал гамлета здесь кстати могут быть и другие слова подсказки в любом случае когда мы будем рассказывать о чем-то что произошло или не произошло до нынешнего момента мы будем использовать present perfect например с такими словами как recently недавно lately в последнее время in the last few days за последние несколько дней so far до сих пор since breakfast с завтрака today сегодня this evening сегодня вечером this year в этом году эти слова не обозначают какое-то конкретное время и опять же нам не важно когда именно действие произошло нам только важен сам факт случилось оно до нынешнего момента или нет есть ли у этого действия результат сейчас или нет have you heard from brian recently ты общался с браином недавно i've had so much work in the last few days у меня было столько много работы в последние дни we've had an amazing time so far пока мы прекрасно проводили время до сих пор мы прекрасно проводили время i'm hungry i haven't eaten anything since breakfast я голоден я ничего не ел с завтрака i've been so tired lately последнее время я был таким уставшим i've drunk so much coffee today я столько кофе сегодня выпил have you had a holiday this year у тебя был отпуск в этом году have you had breakfast this morning ты сегодня утром завтракал и в четвертых мы используем present perfect когда рассказываем в какой раз в своей жизни мы что-либо делаем it's the first time he has driven a car это первый раз когда он водил машину it's the first time i have played tennis это первый раз когда я играла в теннис it's the second time Sarah has lost her passport это второй раз когда Сара потеряла паспорт it's the third time my car has broken down это третий раз когда моя машина сломалась that's the fifth time they have broken up this week они уже пять раз расставались на этой неделе и теперь самая интересная часть когда нужно использовать present perfect а когда по simple оба времени мы переводим прошедшим временем потому что в русском языке у нас нет как такового аналога времени present perfect и поэтому мы их часто путаем но здесь есть определенные правила которые вам помогут давайте разбираться отличие первое время present perfect это настоящее время не прошедшее это важно оно всегда имеет связь с настоящим оно показывает нам какова ситуация на данный момент for example I have lost my key я потеряла ключ это означает что у меня его нет на данный момент ключ потерян я его еще не нашла время past simple это прошедшее время и оно рассказывает только о том что произошло в прошлом если мы скажем I lost my key я теряла свой ключ вы не поймете есть он у меня сейчас или нет это предложение только рассказывает о том что когда-то я ключ теряла и не сообщает нашла я его или нет второе отличие мы используем present perfect если ситуация еще не успела измениться то есть мы имеем тот же самый результат на данный момент мы используем past simple если ситуация успела поменяться for example he has gone to the bank he isn't at home at the moment он ушел в банк он сейчас не дома ситуация еще не поменялась он все еще не дома он в банке he went to the bank but he is at home now он ходил в банк но сейчас он дома то есть ситуация изменилась он уже вернулся мой компьютер сломался он не работает и я не могу завершить отчет мой компьютер ломался но сейчас все в порядке он починен ситуация изменилась компьютер больше не сломан третье отличие мы можем использовать present perfect чтобы рассказать о чем то новом что случилось недавно то есть сообщить какие то новости я купила новое платье оно замечательное хотя я его еще не надевала я починил машину я могу отвезти тебя в аэропорт если хочешь слышал новости люси и фрэнк купили новый дом на озере и наоборот чтобы рассказать о вещах не новых которые произошли давно в прошлом мы будем использовать pass simple шекспир был писателем он написал много прекрасных поэм и пьес в прошлом тогда когда он жил в пятницу my parents got married in a village and then they moved to the city мои родители поженились в деревне и затем переехали в город I went to the summer camp every year when I was little я ездил в летний лагерь каждый год когда был маленьким let's compare two more examples Ученые открыли вакцину против нового вируса. Христофор Колумб открыл Америку. Четвертая особенность. Мы используем Present Perfect, когда рассказываем о каком-то недавнем событии впервые. И если мы продолжаем рассказывать подробности этого события, то используем Past Simple. Наша машина сломалась. Это плохо. Как это произошло? Мы поехали за город, и двигатель перегрелся и перестал работать. Я прыгнула с парашютом. Вау, круто! Как это было? Это было потрясающе. Мне совсем не было страшно. Я встретила ребят, которые прыгали несколько раз, и они предложили взять меня с собой. Я бы хотела это повторить. И последнее, пятая особенность. Мы не используем Present Perfect, когда у нас есть точное указание времени в прошлом. For example, Я ездил в Италию в прошлом году. Я прыгала с парашютом на прошлой неделе. Они купили новую машину в понедельник. Она ушла десять минут назад. Он ел много сладостей, когда был маленьким. Я вчера очень устал. Я не мог ничего делать и пошел сразу спать. Здесь везде мы использовали Past Simple, потому что у нас было точное указание на время в прошлом, даже если событие произошло десять минут назад. Также мы не используем Present Perfect в вопросах, которые начинаются со слов When или What time? Ответ на такой вопрос будет содержать точное указание времени в прошлом, поэтому будем использовать Past Simple. When did you finish school? Когда ты закончил школу? When did your parents get married? Когда твои родители поженились? What time did the train leave? Во сколько уехал поезд? What time did you wake up today? Во сколько ты сегодня проснулся? Let's compare some more examples. I have lost my key. I can't get into the house. Я потерял ключ, я не могу попасть в дом. I lost my key and I couldn't get into the house last week. На прошлой неделе я терял ключ и не мог попасть в дом. Has the party started yet? Вечеринка уже началась? What time did the party start? Во сколько вечеринка началась? Вот такие отличия. Сейчас вам может казаться, что все очень запутанно и информации слишком много. Но со временем вы станете различать эти времена лучше. Я могу вам посоветовать выполнять как можно больше упражнений на эту тему и продолжать учить английский, не зацикливаясь сильно на том, что не получается. Чем больше вы будете встречать эти времена в речи, чем больше вы будете слушать, читать, тем проще вам будет становиться. Так что продолжаем учить английский, не переживаем. Через какое-то время можете пересмотреть это видео и заметите, что вам будет понятнее. На сегодня это все. Желаю вам хорошего дня и увидимся в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова